Сегодня мы поговорим о специальных событиях, то есть тех событиях, которые пользователь настраивает самостоятельно. Предваряю комментарии знатоков, которые могут написать, что события также в реальном времени отслеживаются в отчетах в реальном времени и нет необходимости заходить в DebugView, скажу, что. Действительно, в отчетах в реальном времени есть информация о событиях, которые происходят прямо сейчас. Но, во-первых, они сыпятся в повалку и если на сайте несколько посетителей, как у меня сейчас, сложно сказать, какое событие сработало и при каких условиях. И главное, у этих событий нет параметров. А это наиважнейшая часть в создании собственных событий. Поэтому возвращаемся в панель администратора. Не сюда, а вот сюда. И запускаем дебаггер. Итак, у нас есть параметры. Title — это заголовок страницы. Refer — это с какой страницы перешли на эту и так далее. И вот при создании собственных событий, которые называются специальными, именно эти параметры нам и нужны. Создаются события в событиях панели администратора. Тут у нас куча артефактов, скорее рудиментов предыдущей версии аналитики. Работать без дополнительных танцев с бубнами они тут не будут. А вот это новое событие, которое я создал буквально вчера, и оно у нас даже появилось в дебаггер. То самое загадочное — просмотр страницы о нас. У него есть название. Это для вас. И далее параметр. Оператор и значение. Классика. А вот параметр у нас тут PageLocation, который что-то подозрительно напоминает. То есть PageLocation равно URL. А напоминает нам это параметр из DebugView. А вот он, PageLocation. То есть мы взяли параметр из DebugView, подставили какое-то значение и получили собственное событие. Просмотр страницы о нас срабатывает, когда в событии локация страницы имеет соответствующий URL. Сейчас создадим новое, все станет окончательно понятно. Ладно, давайте сначала. Значит, зашли в события, создать события и создать. Название. Называйте так, чтобы потом понять, про что это. Он тут предлагает подсказки для частых событий. Но вообще называть можно как угодно. Не знаю, правило ли, что только по-английски, но точно без пробелов. Да, и лучше действительно по-английски. Например, мы хотим отследить, сколько было переходов со страницы о нас. Это вот это. А для этого нам нужен параметр. Какой же параметр нам подойдет? PageLocation нет. О, PageRefere, то есть страница, с которой перешли на текущую. Тут как раз у нас About, но давайте разыграем, чтобы окончательно закрепить. Вот мы и на странице о нас. Перешли на новости. Смотрим, что он отметил. Сработал PageView. Смотрим Referrer. Да, страница About. Значит, правильно. Берем название параметра, вставляем его сюда. То есть страница, с которой перешли, равно. Классика. Не равно, без учета регистра. Если вы не уверены, что не будет заглавных. Содержит, не содержит, начинается. Ну, в общем, даже не буду про логические операторы. Они везде одинаковые, по меньшей мере в гугле. Но нам нужно просто равно и значение. Значением является URL. В данном случае страницы о нас. Ну, вообще, вставив любой URL в эту конструкцию, вы получите событие, которое будет отслеживать переходы со страницы с этим URL. Все, создали. Появилось вот здесь. Разыгрываем. Вот страница о нас. Крутанем для пущей наглядности. И переходим на команду. Вот мы на странице о нас. Вот мы переходим на команду. Чтобы не было сомнений, вот локация команда. И у нас сработало событие визит со страницы о нас. И здесь, и в отчетах в реальном времени. И еще раз разыгрываем для пущей убедительности и перейдем на другую страницу. Да, вот он фиксирует уже два события с переходом. Ну, и несложно догадаться, что таким образом вы можете создавать практически любые события. И более того, вы можете добавлять несколько параметров в одно событие. А это уже дает вам возможность очень тонкой настройки. Поскольку операторы бывают равно, а бывают не равно. Или не начинается. То есть, давайте, например, разыграем такое. Мы хотим отследить переходы со страницы о нас на все страницы, кроме страницы новости. Можно создавать новые события, можно редактировать существующие. А значит, к параметру перехода мы добавляем параметр page location, не равно и URL страницы news. То есть, событие сработает при условии, что конечная точка не страница новостей. Разыгрываем. Вот мы на странице о нас, перешли на новости, вернулись на о нас. Перешли на проекты, смотрим, что нам говорит дебаггер. Вот мы на странице о нас, вот мы перешли на новости. Да, news. Событие не сработало. Вернулись на О нас и перешли на... куда там мы перешли? Перешли на проекты. И сработало событие. Переход со страницы О нас. Что и требовалось доказать. Таким образом, варианты настроек событий у вас исчисляются, я думаю, миллионами. Все, что заблагорассудится. Пейджвью это лишь один параметр, а пейджлокейшн лишь одно значение этого параметра. И именно поэтому я так много внимания уделил событиям. Это инструмент, который позволит вам отследить практически любое, самое сумасшедшее поведение посетителя и зафиксировать его. И надо бы закончить с событиями, но все-таки еще про одно я расскажу в следующем видео. А именно про клик по кнопке, поскольку часто это самое важное, что есть на сайте. Обычно клик по кнопке отмечает конверсию, то есть то, ради чего вы сайты создавали.